В Круглянском районе защитники природы почти случайно раскрыли кражу зерна, но по цепочке вышли и на другие преступления героя истории. А началось все во время ночного рейда госинспекции. Сотрудники заметили автомобиль с прицепом, который мчал на большой скорости. Авто решили проверить. И не зря. Водителям оказался знакомый инспекторам местный житель. Только на этот раз в прицепе была не дичь, а зерно. Чужое. Дальше больше мужчина решил пойти на контакт с оперативниками и сдать свои незарегистрированные ружья. Впрочем, это лишь усугубило его положение. Почему, расскажет Александр Камович. Когда инспекторы остановили автомобиль на ночной дороге, то еще не представляли, чем закончится рейд. Хозяин авто оказался известным в узких кругах нарушителем природоохранного законодательства. Только вот в прицепе никакой дичи не было, а находилось зерно. А откуда оно, мужчина пояснить, не смог. В прицепе оказалось более тонны пшеницы, законность приобретения которой водитель подтвердить не смог. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина похитил более двух тонн пшеницы с местного агрокомплекса. Также мужчина признался в охранении двух незарегистрированных глуткоствольных ружья. Впрочем, такая щедрость не спасла мужчину от дальнейшей проверки. И многое встало на свои места. Прямо во дворе была обнаружена туша взрослого самцалося с двумя пулевыми отверстиями. Фюгрант пояснил, что незаконно подстрелил животное накануне вечером, привез к себе домой и частично разделал. Также на участке мужчины были найдены запрещенные орудия рыболовства и окрашенное дизельное топливо. На место происшествия вызывалась следственно-оперативная группа Круглянского РОВД, которая изъяла два автомобиля и два прицепа, на которых транспортировались похищенное зерно и туша дикого животного. 140 литров окрашенного топлива, 25 патронов, 25 рыболовных сетей общей длиной более километра. За хранение нелегальных и незарегистрированных орудий лова и охоты мужчине придется отвечать по административным статьям. А вот за незаконную охоту и кражу возбуждены уголовные дела. Кроме того, вред природе за незаконную добычу оценили в сумму более чем 11 тысяч рублей.